Просыпайся, ты уже долго спишь. Ксюша, просыпайся. В стол Ксюша попала по вине близких ее людей. Родной дядя запер Ксюшу, ее годовалую сестренку и братьев 4-5 лет в холодной бане на целый день. В итоге мальчики замерзли насмерть. Холод не навредил только годовалой малышке. А вот Ксюша получила серьезное обморожение конечностей. Безусловно, курс лечения не закончен. В дальнейшем мне понадобится длительный достаточный курс реабилитации и, конечно, протезирование будет ей необходимо также выполнить. Сегодня за Ксюшей ухаживает весь персонал ожогового отделения. Единственное, за что переживают врачи, это куда направят маленькую пациентку дальше. В родную семью, где все старшие пьют, Ксюше нельзя. Да, собственно, ее там и не ждут. За три с половиной недели родная мать ни разу не навестила Ксюшу. Она приходила только в кабинет врача за справкой на получение пособия. В дальнейшем-то вот куда она пойдет? В дом инвалидов, в дом ребенка. У меня фото было, но, конечно, хотела бы, чтобы она забрала ее в семье. Девушка хорошая. Спать лежит с собой. Раздевает, переодевает, кормит. У тебя все сама, у нее свой путь. Да, и она в основном, она убирается. Она очень чистоплотная девочка. Сама кушает, себя вытерет, стол вытерет, все приберет, все уберет. Уверены, что мир не без добрых людей и в скором времени Ксюша обретет новую семью, где она узнает, что такое настоящая родительская любовь и забота. Два читинских киоска, в которых в нарушении законодательства продолжают торговать пивом, нашла съемочная группа «Забмедиару». Адреса торговых точек нам подсказали сами горожане. В рамках объявленной акции «Сообщи адрес киоска, где торгуют алкоголем». Напомним, что Государственная Дума запретила с 1 января продавать пиво в ларьках. Очевидно, некоторым торговцам закон не писан. Ларек с поэтичным названием «Русское поле» расположен напротив краевого управления инкассацией. Пиво здесь стоит прямо на витрине. Продавец, на удивление, невозмутимо. Мы вот увидели, что вы пивом торгуете. А вы в курсе, что внестационарный киоск? Нет, это хозяин. Второй киоск обнаружен на улице Красноармейской в районе супермаркета «Караван». Его хозяин так и не понял, что намеревался продать пиво журналистам. Ну, своих можно. Для своих можно. А что, пацинека? А? Пацинека. Ну, как обычно. Пацинка, да. Пацинка, да. Ну, ладно. А какой там? Кринецкая. Кринецкая нет. Нет? Нет. Отметим, что акция сообщей адрески воска, где торгуют алкоголем, продолжается. И мы ждем от читинцев новых сообщений, которые, в свою очередь, направим в полицию. Производим проверки по данным адреса. Не всегда информация подтверждается, но работаем. В настоящий момент выявлено 15 фактов, зафиксированных, по которым составлены протоколы об административных правонарушениях. Развитие сотовой связи интернета в Забайкалье идет семимильными шагами. Еще каких-то 2-3 года назад мы мечтать не могли о скоростном интернете, сотнях кабельных каналов в каждом доме и сотовой связи, которая запросто обеспечивает выход в мировую паутину. 25 января на пресс-конференции вице-премьер Забайкальского правительства Александр Холмогоров рассказал о дальнейшей перспективе современных технологий. Планируем, что в этом году у нас полностью, практически за исключением только районного центра Тупик, все районные центры будут обвязаны оптической линией. Большая работа предстоит нам совместно с сотовыми компаниями по телефонизации дороги Байкал, Чита, Иркутск. По словам Холмогорова, на сегодняшний день интернетом в Забайкалье пользуются уже 130 тысяч человек, услугами сотовой связи 500 тысяч жителей. Однако при этом в 360 поселениях региона люди пока только мечтают о простейших благах цивилизации. Решить эту проблему, считают чиновники, возможно только при участии государства. Если мы эту работу совместно с сотовиками, совместно с министерством связи обеспечим, и будет включена эта услуга в пакет универсальных услуг связи, тогда именно сотовая связь, тогда совместно с государством, совместно с бюджетными уважениями мы сможем прийти в каждый населенный пункт. Приятный сюрприз в 2013 году ожидают всех забайкальских пользователей современных гаджетов. Вероятно, что уже к лету в крае появится связь качества 4G. Как уверяют сотовые операторы, их программное обеспечение и оборудование готово для перехода на новый уровень. Со дня героической гибели в Дагестане забайкальца Евгения Эпова исполнился год. 28 января его память почтили в Доме офицеров Забайкальского края. Сержант спецтаза внутренних войск Евгений Эпова 27 января прошлого года, спасая товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату. За этот поступок Евгений посмертно награжден званием Героя России. Евгений носил выше знак отличия спецназа внутренних войск краповый берет и по праву считался одним из лучших бойцов подразделения. Герой России был похоронен на своей малой родине, в селе Мильгидун Чернышевского района. Но не только односельчане чтят память Евгения. Его подвигом гордятся, на его примере воспитывают будущих защитников Отечества. Говорят, что грешил, что до срока свечу затушил. Как и умел, так и шил, а безгрешных не знает природа. 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 75 лет. В память о нем чтенские музыканты провели в Краевом доме офицеров концерт «Где же наша звезда». Подобные вечера проходят в Чите уже третий год. Участники выступают на них бесплатно. Что же заставляет их раз за разом возвращаться к творчеству поэта? В творчестве Высоцкого какая-то есть честность, правда, есть какой-то здравый вымысел. И это людям нравится. То есть Владимир Семенович, не будучи ни моряком-подводником, ни шахтером, писал такие откровенные песни, что люди ему писали в письмах, а вы когда служили, а вы когда ходили в забой. Популярность Высоцкого в очередной раз доказала отсутствие пустых мест в зале. А какие из его песен, помню, чьи тинцы поинтересовались мы перед началом концерта. Это песня о войне. Мы вращаем землю локтями от себя, от себя. Это, конечно, банька. Протопей ты мне баньку по-белому. Я от белого света, от вык. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Течет лавина одна за одной и за камнематом камнепад. Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битвы, изнывая от мелких своих катастроф. Барды, артисты драм-театра, рок и даже блюз-музыканты представили публике свои трактовки песен Высоцкого. И то, что зал подпевал большинству исполнителей, доказывает, поэт, не имевший званий при жизни, после смерти обрел настоящую народную любовь. Об этих и других событиях читайте на сайте запмедиа.ру Субтитры создавал DimaTorzok